Тема часа 25 лет исполняется Центру фирменного транспортного обслуживания. Елена Акимовна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное, что пришли в эту студию. Сегодня будем говорить о том, что сделано за эти 25 лет. И, безусловно, вот, готовясь к программе, я общалась с очень многими железнодорожниками, которые заняты на сети сейчас, которые бывшие, если бывает понятие, бывшие железнодорожники. И знаете, что они говорят в один голос, что ключевое, что сделано за эти годы, если мы будем говорить об отметке 25 лет ЦФТО, это система ETRAN. Это вот то самое высокое достижение, к которому пришли, которое облегчило жизнь всех. А я хочу вам задать вопрос. Вот к этой системе ETRAN, всякий раз идет ассоциация вот вас и ETRAN. То есть это исключительно ваше детище. То есть выношенное вами, вы обдумывали, вы понимали, зачем, как, к чему это приведет. Вот как вообще зародилась сама у вас в голове вашей, если можно так выразиться, понимание того, что вот, а у нас должна быть такая система. Как вы это поняли? В какой момент вы к этому пришли? В какой момент конкретно мы пришли, я очень даже хорошо этот день даже помню, потому что в нашей дружной команде впервые случился разлад, когда была предложена идея построения этой системы. Извините, а что за день? Вот вы сказали, что помните прям день, вот конкретный год, прям вот... Это был двухтысячный год, это была поздняя зима, вот, и мы очень много несли потерь, так скажем, компания, отрасль, тогда это не компания была, да, денежная. И перед нами была поставлена задача контроль оплаты. Ни один груз, они одна тонна, не должны проехать без оплаты. И чтобы сохранить деньги отрасли, мы стали придумывать системы. Было понятно, что без информатизации автоматизированной системы, автоматизированного учета никак с этим не обойтись. Но для того, чтобы все перевозки шли под контролем, нужно было придумать нечто, которое бы всю вот эту вот цепочку держало под контролем. Заявка ГУ-12, что в соответствии с ней идет погрузка, к моменту погрузки должна быть оплата. И вот разрабатывалась отдельно система сбора заявок, после чего разрабатывалась система контроля оплаты, что при приеме есть деньги, при выдаче все рассчитались окончательно, и все. И вот один раз утром прихожу на работу, и была у нас, я еще раз говорю, замечательная команда, глубоко профессиональных людей, которые хорошо знали, что такое железнодорожный транспорт вообще. Знаете, в заливах? Задачи, которыми занимается непосредственно ЦФТО. И кроме того, эти люди были абсолютно современного толка. Они не цеплялись за старое, они придумывали то, что можно сделать, чтобы из хорошей базы старой, сделать еще более эффективную систему, востребованную в данный момент времени. В первую очередь в этой части я хочу упомянуть Кузьмина Анатолия Семеновича. К сожалению, его уже нет с нами, очень рано ушел, но всю жизнь он с огромным удовольствием продумывал глубоко и обоснованно, аргументированно и жизнеспособные все были инновации. Что сделать для того, чтобы железная дорога развивалась, чтобы она была на современном уровне, как ускорить и поднять эффективность очень многих процессов. Так что, когда мы говорим об Итране, в первую голову, наверное, нужно вспомнить его. После нельзя не упомянуть очень отличную команду разработчиков. Пришли молодые ребята из МГУ. Не знаю почти, что такое железнодорожный транспорт, больше имею представление о том, что такое вагон пассажирский. Но у них было огромное желание взять высоту, сложную высоту. Сначала они учили так называемую «зеленую книгу» правила перевоза грузов. Они великолепно это все осознали, поняли, сколько было споров, дебатов. Но лучших профессионалов, технологов на сегодняшний день, я не знаю, как специалисты компании «Интелекс», а на ту пору, это, конечно же, Бузурнюк Николай Степанович и Корнаухов Михаил Александрович, они были движителями создания вот этого совершенно всего нового. Нужно было очень многое менять и в технической оснащенности, и в идеологии, и в построении самого вычислительного процесса, и уходить от понятия сбора, передачи данных. То есть это вот все было абсолютно по-новому. Технолог ЦФТО, Черткова Сима Александровна, неординарный человек, прекрасно знающий всю, так скажем, систему нашу железнодорожную, любящий это. Поэтому это люди были, которые делали все с удовольствием и обязательно должны были достичь ту цель, которую поставили перед собой. Но поскольку это люди творческие и заинтересованные все время в развитии и совершенствовании, эта цель каждый раз повышалась, повышалась, повышалась. И если говорить об ИТРАНе, то это был электронная транспортная накладная. То есть задумка была минимальная. Но из этого выросла огромная открытая система, в которой работают и операторы, и наши грузоотправители, и финансисты, и бухгалтера, ну и, само собой, сами ЦФТО, специалисты. Поэтому это стало такой общедоступной, открытой, востребованной системой, которая совершенствуется и по сегодня вносится периодически, изменения все это развивается. Ну, это действительно серьезное достижение, проверенное неоднократно временем. А вот вы, как архитекторы, вы себе как это рисовали, представляли? Как вы понимали? Рисовали те, кого я перечислила. Так вот, утром, придя на работу, после горячих споров накануне, я предложила. Говорю, а почему у нас все разрознено? Ну, у нас был паспорт клиента, паспорт клиента, потом заявка, потом накладная. Ну, я так, коротенько. Я говорю, а что, если из паспорта брать данные о клиенте? Заявку они переносятся. Из заявки согласованной это переносится, так скажем, в прообраз накладной. Накладная. Уже нет, было очень много несостыковок и объективных, и, так скажем, человеческий фактор направленный на то, чтобы немножечко обойти действующие законы. И поэтому там были неточности при оформлении. А здесь было все абсолютно четко. Из одного документа рождался следующий, следующий, следующий. И такой термин там появился, стыковка отправлением. Получилась цепочка. И мы очень долго спорили идеологию. Так вот сначала сказали, из этой идеи ничего не получится. А, вот такая была реакция, да? Да. Ну, это была реакция, но максимум на сутки. А потом, наверное, двое-трое суток мы спорили между собой. После этого все было положено на бумагу. А почему? Что стало финалом? Вот что в этом споре окончательно в плюс привело? Вот какой довод? Может быть, помнишь? А я не помню такого довода. Я думаю, просто-напросто сначала было... Непонимание, да? Надо вспомнить, какой это был год. Дело в том, что тогда не было такого рода систем вообще как таковых. Во-вторых, технического оснащения такого не было. Наши коллеги в ГВЦ, когда впервые об этом услышали, тоже озадачились. И даже были большие споры, стоит ли производить какие-то изменения в вычислительном комплексе. То есть это потребовало очень многих каких-то изменений. Но самое главное, тут не было никакого доопределенного довода. Это просто нужно было какое-то время на осознание и мне, и моим коллегам. Но поскольку, я еще раз говорю, они очень творческие люди, заинтересованы в продвижении всего современного, они сразу же нашли гораздо больше плюсов, чем было предложено изначально. И поэтому, как бы в это поверили, каждый привнес значительно больше того, что было задумано, ну вот как единая цепочка. Я вот так вот назову коротко об этом. А дальше появилась возможность это развивать для реализации единого лицевого счета. А единый лицевой счет – это бухгалтерия, это доходы, это налоги. Ну и пошла вся цепочка. И на сегодняшний день, особенно когда возникли компании-операторы, управление вагонными парками, обмены этими парками, это все вырастало из тех вот основ и принципов, которые были, так скажем, в Этране, которые реализовала вот эта вот серьезная команда, и которая продолжает в лице интеллекса особенно развивать эту систему. И что от родного, на конференции очень многие просили улучшить, усовершенствовать, а разработчики отвечают – уже в работе, а уже на шаг впереди. Вот это вот самое главное, что что-то задуманное живет, развивается, и уже, ну так скажем, достаточно солидный возраст. Совершеннолетие наступает. Да. Вот вы ранее сказали о том, что была задача у компании, да? То есть нужно было отслеживать финансовые потоки. Вынесли просто убытки и понимали, что нужно как-то все это собрать воедино. На тот момент, когда вообще вот в момент развития ЦФТО и новой системы взаимодействия с клиентами, да, вот эти правила одного окна, понимание роли грузоотправителя, роли перевозчики, обязанности каждой из сторон. Вот скажите честно, у вас была мысль о том, что а ему, этому грузоотправителю, в этой провозглашенной реальности клиент-король, что было заявлено господином Фадеевым в 19-м году на коллегии МПС, что это тоже, ну, как бы повысит наше реноме, сделает для него лучше, это упростит работу каждого из нас? Или просто была вот чисто техническая задача? Надо. Вот, наверное, чем была сильна команда ЦФТО первоначальная, все, что делалось, оно делалось в основном со словом «впервые». А, будто первопроходцами во всем. Впервые создавалась такая система в жесткой железнодорожной отрасли. Какая-то маркетинговая непонятная, что это такое и с чем это. Это была впервые вертикально интегрированная система, хотя организационно она с юридической точки зрения вписывалась в структуру того, министерства путей сообщения. Но почему мы изначально назывались не ЦФТО, а система, СФТО? Это говорило о том, что это единые принципы, единое началие, так скажем, при том, что делегирование полномочий, но все мы работаем по одним правилам. Почему? Потому что есть клиенты, и все равно во Владивостоке, он в Калининграде, на Сахалине или в Москве, он должен получить равный сервис. Доступность, оперативность, надежность. Поэтому все, особенно технологические решения, исходили именно из этого. И технологическое, и организационно-функциональное построение. Все шло от этого. Единство принципов обслуживания клиентуры. Равные возможности в любой точке Российской Федерации. По горизонтали своей сетью мы охватываем всю нашу Россию-матушке, а по единой вертикали мы обеспечиваем исполнение всех тех обязательств, которые перед клиентом взяли на себя. Поэтому, когда появлялась любая идея, она все время проходила, так скажем, я даже не могу сказать, что она проходила контроль и оценку или еще что, а просто-напросто люди, которые были в это вовлечены, иного и не предлагали. Это был закон, что нужно действовать вот по такого рода правилам. Поэтому это создавалось вот как единая целостная система. Что такое оперативность? Это, опять же, возможности информатизации, теперь говорят цифровизации, когда из своего офиса, и тогда это казалось чудом, потому что на момент, когда создавался ЭТРАН, так называемое автоматизированное рабочее место товарного кассира, и то было не внедрено повсеместно, далеко не повсеместно. Наверное, где-то процентов 45, если мне память не изменяет. Но мы первонаперво взялись, кстати сказать, за внедрение того старого. Почему? Для того, чтобы приучить людей работать как таковой с машиной, какой бы то ни было, потому что все старались оформить на бумаге. А во-вторых, нужно было нарабатывать опыт и у всей сети, и наш технологический, какие есть узкие места, что влияет на удобство, на интерфейс, дружественно, недружественно. Вы тоже не смотрели, да? Вот эту эргономику, ничего себе тогда было. Надо было обязательно все это учетовать, потому что сама система как таковая очень отвергалась изначально. Грузы отправителями, клиентами смотрели настороженно. Вот. Ну, здесь есть две причины. Мы все нормальные люди, правильно? Да, ничего сложного неятся, конечно. Мы привыкли, что вот это работает вот так, это обеспечивает свои функции, и замечательно. Зачем? Выходить из зоны комфорта, конечно. Да. Лучше, враг хорошего, неизвестно, что будет и как будет. Во-вторых, принципиально работа менялась у тех специалистов, которые отвечали за оформление перевозочных документов, у клиентуры, у грузоотправителей. Это, как правило, был поход куда-то там, в товарную контору, как это называлось, в течение рабочего дня. Люди приходили, бумажки сдавали, ответ получали. Вы понимаете, уходила вот эта вот профессия, как таковая, по сути, своей, у наших грузоотправителей. Вот сейчас я вспоминаю, мы были на северной дороге, Славнефть принимала нас, на школу сетевую у нас была. И вдруг мы поднимаемся в переговорную, и сверху кто-то кричит, остановитесь, остановитесь. Мы все остановились и несут какие-то коробки, выносят. А руководитель говорит, извините, пожалуйста, но в этом вы виноваты. Мы говорим, в чем? Он говорит, а мы внедрили у себя полностью утран. Выносим к СЭРКСу, освобождаем два помещения. У нас, говорит, значительно повысилась эффективность на этом конкретном участке. Повысилась? Да. Поэтому вот такие, наверное, моменты и говорят о том, что это все было не зря. А негатив какой слышали? Вот честно, вспомните, что есть? Любовь. Ну, во-первых, самый большой негатив шел от наших собственных работников, которые не хотели переучиваться, которые, наверное, предполагали, что при росте производительности труда пойдет оптимизация численности. А когда слышали разговор о том, что дальнейшее усовершенство ИТРАНа будет идти к тому, что будет установлено все это в офисе клиента. Да, потому что даже вот если говорить по итогу, в пятый раз, наверное, точно сократилось число агентов. Это при том, что они не только оформляют на сегодняшний день перевозочные документы, а выполняют и другие функции. Поэтому все это было понятно. И еще это была централизованная система, сердце которой находилось и находится в главном вычислительном центре. И она отражала объективное состояние дел по приему грузок перевозки, по завершению этой перевозки, какая сумма ежесуточно образовалась, как мы говорили, при отправлении, какая при выдаче. А не каждому руководителю хотелось, чтобы наверху видели, что сегодня я отстал там на 3%, завтра-то я нагоню, но сегодня в оперативной обстановке я выгляжу не лучшим образом. Поэтому чисто психологические моменты очень мешали. Но дальше не было сети передачи данных. Под нас вместе с компанией Транстелеком, а больше с нашим подразделением Трансинформ и руководителем департамента информатизации, тогда Латушкин Олег Александрович, мы создавали, ну будем говорить, поименный список станций, на которых в первую очередь должны были быть установлены средства связи, маршрутизаторы, протянуто оптоволокно, постанционно все это дело шли от объема работы станций, для того, чтобы некоторые станции оставить на потом молодеятельности, а по некоторым у нас изначально было принято решение, что оптоволокно нет необходимости тянуть, потому что из одного-двух вагонов себестоимость работы одного человека более оправдана, нежели вся эта аппаратура, связь и прочее-прочее. Ну, сегодня мы находимся в 21 веке в полном смысле, наверное, эта проблема уже ушла окончательно. Ну, а тем не менее, это было препятствие. Главный вычислительный центр перестраивал свою работу, были закуплены мощнейшие современные на тот момент устройства, какая операционная система была, были объявлены тендеры. То есть во всех вот сопредельных структурах наши коллеги тоже стали по-другому осознавать, что предстоит сделать, работать, и были очень хорошими союзниками в продвижении вот этого всего нового. Вот на момент 2021 года, когда мы говорим о 25-летии, и с момента, как вы рассказывали несколько лет назад в этой студии, когда вы летели в самолете, возвращаясь из командировки из США, что вы как раз вот продумали, что вот эта СФТО должна появиться. Вот, да, водораздел — это и тран, что это появилось. А вот вы же говорите о том, что сейчас дорабатывается, прорабатывается, улучшается. У вас нет ощущения некого заигрывания с технологиями в последнее время? Я бы так не сказала. Что это стало неким таким вот брендом, что просто мы это делаем, потому что это надо. Может быть, этому грузоотправителю уже этого и не надо. Или все-таки слышится голос клиента, который говорит, а мне надо, я хочу вот распорядности, больше данных. Эта система требует развития, потому что жизнь не стоит на месте. Появляются новые игроки на рынке, изменяется законодательство, изменяются требования бухгалтерскому налоговому учету, изменяются налоговые, таможенные какие-то законы. Эта система все учитывает. Она была еще уникальна на тот момент тем, что это была единственная система, выстроенная в строго соответствии с правилами перевоза грузов, с уставом железных дорог. Там не было сбора сообщений. Там вот как написано в этих документах, какой документ сформирован, какой передается. Поэтому эти документы тоже иногда меняются. Иногда появляются, как я уже сказала, новые игроки. Поэтому это абсолютно живая система. Например, когда появились операторы, а мы как бы немножечко сработали на опережение, ну немножечко, нужно было бы пораньше, оформление перевозочных документов из офиса. Ведь раньше давались инструкции, это колоссальные трудозатраты были у всех операторских компаний. Собственники вагонов должны были сказать на станции выгрузки, куда дальше направить вагон. А инструментария того не было. И вот ИТРАН обеспечивал этот процесс, возможность из их офиса оформить эти перевозочные документы. С осторожностью относились, как сейчас, опять же, помню, в нашем конференц-зале мы очень долго уговаривали команду новой перевозочной компании пойти на эксперимент. Уговаривали прямо в двух полях? Ну что, ну вот прямо я вот сижу в офисе, это могу оформить, там это. Но это быстро очень стало, ну, понятным инструментом и достаточно быстро стало внедряться. Почему об этом вспомнил? Потому что и сегодня от компании операторов идут дополнительные предложения по развитию, по совершенствованию для того, чтобы им повысить эффективность своей работы. После этого ИТРАН там стал хорошей базой для организации претензионной работы, взаимодействия в части вагоноремонта, обмена парками, когда нужно было с юридической точки зрения получить право управлять вагонов не своей собственности. Это нужно было как-то оформить, какие-то документы передать, а была создана база данных, так мы ее назвали, электронных доверенностей. То есть он все время откликается на требования времени. Он не развивается, так скажем, сам для себя, чтобы себя сделать покрасивее. Если происходят такие изменения, как бы сам для себя, без совершенства технологии, то это для совершенства быстродействия, больше быстрого отклика. Нет, эта система действительно востребована, и вот я говорю, и ее продолжение, единый лицевой счет, организация расчетов. Ну и если говорить о клиентах, конечно, им это нравится, а тем более появился теперь личный кабинет. А с точки зрения единого лицевого счета, возможности оформления в международные документы, вот как раз Суродин Юрий Николаевич, получивший награду, достойную своему вкладу в это дело, вот, это, конечно, удобно каждому. Почему именно идея-то родилась по возвращении из Штатов? Вы там это увидели? Или уже идея у вас была? Вот как? Почему оттуда? Потому что это очень интересный же рынок, он совершенно не похож на наш рынок грузоперевозки. Вот поэтому у меня возникает вопрос, как, то есть, вы, находясь в госсистеме, строго корпоративной, вот этот консервативной, видите нечто, и мне всегда казалось, что, наверное, потому что вы увидели вот там вот эту свободу, и решили, что, а нам тоже так надо. Так это было или нет? Вот расскажите. Ну, наверное, начать нужно с того, что поездки в Соединенные Штаты Америки было две. И идея, которая родилась о создании нечто подобного, хотя совсем в другом виде, на первом этапе, родилась, когда в самолете обсуждали это Лапидус, Поддавашкин и Гарпунов. Они поехали в Америку в командировку, посмотрели, как там все у них организовано, и обсуждали эти подходы. Вот. И по возвращению была создана рабочая группа, которая отрабатывала вот эту первоначальную мысль о том, что нужно менять взаимоотношения с клиентурой. Но как это должно выглядеть, эта рабочая группа должна была очень, так скажем, четко расписаться. Они обсуждали это неприменимо, потому что они побывали в Штатах и увидели. Мне вот это хочется очень понять. Они увидели такой принцип работы с клиентом там? Я думаю... Или они уже задумывались об этом, что нам надо тоже как-то приняться? Нет, задумывались на берегу. А точно задумывались, да? Да. Вот это интересно было. То есть это была идеология, так скажем, начала зарождаться до поездки. Может быть, сама поездка стала толчком. Потому что иногда идея... Ну вот вроде бы она где-то витает, витает. Это должен быть какой-то момент, который вот как это спусковой крючок срабатывает и начинает что-то вот крутиться. Но изначально система задумывалась по предложению первоначальному рабочей группы, как потом некоторые же сами говорили, колосс на глиняных ногах. Потому что только как департамент здесь. И она не предполагала свое развитие на дорогах. И сводилась, ну так, если совсем грубо говорить, к трансформации валютно-тарифного комитета на тот момент. Потому что тарифы, расчеты, это были очень острые системы в тот период. Это было становление всех систем и ценообразования, и конкретных оперативных расчетов, расчеты и в валюте, и в рублях. Ну, то есть все это было вновь, все это было непросто. Поэтому, чтобы компания не несла убытки, как я уже неоднократно говорила, стали придумывать, что должен появиться вот такой вот центр, который оттуда в первую очередь сохраняет доходы Министерства путей сообщения на тот момент. А во-вторых, кто там доходы эти несет? Грузоотправители, грузовладельцы. И оттуда вот пошло, что нужно создавать ничто, которое обеспечит качественное своевременное обслуживание и, в первую очередь, полноту платежей. Потому что если Геннадий Матвеевич сказал «клиент-король», то Лапидус Борис Моисеевич чуть позже сказал «клиент-король, который платит». И это было сказано буквально через месяц-два после того, как вот этот слоган этот родился для всей сети в устах Геннадия Матвеевича. Сразу же, и, кстати сказать, это было сказано на большом брифинге с журналистами различных изданий. И никто не отреагировал на это или со смехом, или с недоверием, а как-то все закивали, что да, это действительно так. Так вот, эта рабочая группа объехав все железные дороги, пройдя все бури и волны, и предложила на коллегию утвердить подробнейший план создания системы фирменного транспортного обслуживания, в основу которой был положен огромнейший раздел, который начинался со слогана «Оперативность, надежность, качество обслуживания», а дальше это был раздел информационным технологиям посвященный. Там было расписано все от «а» до «я». Недавно вот в канун самого непосредственного дня 25-летия наши специалисты, работающие сегодня, взяли, посмотрели, говорят, ну там ни одного слова лишнего и не упущено. Настолько все выверено, да? Настолько было вот все это выверено. И тогда, когда мы вот всю эту работу завершили, рабочую группу отправили второй раз в Америку. Зачем? Чтобы посмотреть, как там, потому что никто, кто был в рабочей группе до этого, не был. Ну, по большому счету, так сказать. А там уже прям работало вот подобное что-то, да? А там работали центры обслуживания клиентуры, скажем так, по-нашему, но они выглядели несколько по-другому. Там был движенческий, финансовый и вот клиентский, так скажем. И когда мы приехали туда, увидели уровень защищенности, какие базы данных, как там выстроена технология. А в компании CSX мы получили глубокое удовлетворение относительно того технологического документа, который был у нас. Но только мы это собирались сделать в автоматизированных системах, а у них это было сделано, ну, как бы в людском исполнении. Серьезно? Вот так вот по кругу, как вот этот стол, огромная комната. И здесь по кругу сидели специалисты. Один заключал договора, другой согласовывал заявки, третий оформлял накладные, четвертый следил за продвижением грузов, перевозки. И вот так вот по кругу, по кругу это все шло. Потом окончание перевозки и потом, по-нашему сказать, претензионный отдел. Вот просто по большому кругу этого здания. То есть никакой цифры там вообще не было, да. Компьютеры были. Системы целостной не было. И у каждого на компьютере про этого клиента было все, так скажем. Если клиент обращается в другой компании, мы увидели, надо же, он только звонит по телефону, а на экране высвечивается вся информация, кто он и что из себя представляет. Вот это было, так скажем, удивительно. Но при этом посреди вот этого большого круга стояла обыкновенная доска с листом бумаги, на которой от руки были выписаны конвенционные запрещения. И каждый, кто работал с клиентом, смотрел туда, что нет ли там чего, ограничивающие мои полномочия. Но зато, когда мы подходили к тому, кто отвечал за отслеживание груза в путь исследования, у него была фотография каждого вагона на экране. Да вы что? И можно было посмотреть, как это выглядит, и в каком он состоянии, и все. Так, вторая поездка, значит? То есть некоторые моменты очень нас потрясли. Так вот, в этой второй поездке мы часто задавали вопрос, что если бы они создали свою вот такую архитектуру взаимодействия с клиентом, или работу компании, вообще-то правильнее сказать, за 15 лет до нашего приезда. И вот мы им задавали вопрос, что если бы сейчас, 15 лет спустя, вы бы это создавали, вы как бы это делали? Они говорят, кроме движенцев мы сделали бы единый целостный вот технологический цикл, процессы, все остальное прочее. Ну, тут мы еще больше уверились, что мы абсолютно правы, и что без информатизации нам никак не обойтись. Вот, и спустя лет 5 наши специалисты поехали на немецкие железные дороги, и там в ДБ спрашивают, наверное, у вас клиентура довольна, посмотрите, у вас все в электронном виде, там, ну, насколько это было возможно тогда. Те говорят, нет, клиенты недовольны. Как? Почему? А поговорить? Хочется же нормального, живого, человеческого общения, а так все идет в электронном виде. Поэтому угодить на всех трудно, но, возвращаясь вот к этой вот теме, что сама информатизация как таковая, как основа существования системы и организации эффективного взаимодействия со всеми пользователями услуг железнодорожного транспорта и партнерами, и госорганами, она совершенно была, так скажем, правильная, что это база. Оттуда растут новые возможности. А это та платформа, которая позволяет, ну, и эффективно работать и самой компанией «Российские железные дороги», и клиентуре, и операторам, и там всем остальным, кто связан с железнодорожным транспортом. И очень приятно слышать, что это и сегодня крайне нужно, и что наши специалисты в ЦФТО не только сохраняют, а каждый божий день развивают. Я уже там вот упоминала личный комитет, по-другому сейчас строится претензионная работа, убираются многие бумажные абсолютно функции, поэтому это хорошо. Огромное спасибо вам за это интервью, за вот ту открытость, душенность, которую вы подарили сегодня. Я понимаю, что вы знаете все эти благодарности и вы знаете отзывы о том, как это действительно было прекрасно, замечательно тогда, очень-очень давно, по нынешним меркам. Но все-таки еще раз скажу вам большое спасибо за ту колоссальную работу, потому что сейчас-то не все готовы меняться. А когда ты представляешь, как это было тогда вообще, когда нет ни технического оснащения, ни совершенно там понимания, да, как и что делать, это действительно вот то самое, еще сложнее проделать такую работу, но за то, каковы плоды. Спасибо огромное, Елена Кимовна, и вас тоже с этой красивой датой. Спасибо большое. Спасибо большое, но я хочу сказать, что это вопросы были. Ни один в поле не воин. Нам очень сильно повезло, что такая была отличная команда, у которой главное было двигаться все время вперед, не останавливаться. И на опережение. Никто не боялся трудностей, споров. Я говорю, ТЗН и ТРАН согласовывались 11 месяцев. На разработку первого этапа ушло меньше времени. Вот. Я всегда опасаюсь называть фамилии, потому что за каждым, вот что бы ни произошло, это всегда стоят люди. И почти за каждым нашим деянием я вижу конкретного человека. Но сегодня, благодаря вашему вопросу, без обиды для всех остальных, так скажем, мы вспомнили тех, кто действительно стоял у истоков, те, кто продолжает это дело сегодня. Им спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин